В Обнинске жили ученые, достижения которых в ядерной физике положили начало развитию отечественной атомной промышленности, либо высадили, чтобы увековечить память о них. И не просто посадить, а каждому дереву дать имя великого человека, который сделал очень-очень много не только для нашего города, не только для Российской Федерации, но и для всего человечества. Поэтому сегодня не случайно вместе с госкорпорацией Росатом, вместе с волонтерами Победы, вместе с ребятами, с выпускниками этого года мы сажаем деревья. Как отмечает глава администрации, для ребят важно знать, что они высадили деревья в своем городе и в будущем могут всегда приходить и наблюдать за липами, которые высадили своими руками. Акция «Сад памяти» это очень важное мероприятие, оно помогает не забыть о людях, которые внесли огромный вклад в развитие атомной промышленности, помогает новому поколению как можно лучше узнать этих людей, понять их вклад и их значимость. Конечно, я чувствую гордость, потому что мероприятие супер важное, оно несет огромное значение для людей, для жителей Обнинска, поэтому, конечно, с гордостью я участвую в нем. Представители «Росатома» поддержали высадку деревьев и поучаствовали в процессе. Конечно же, «Росатом» не мог не поддержать такую акцию, и она стала и поистине народной, и международной. Уже более чем в 78 странах мира больше 130 миллионов деревьев было высажено. Мы сегодня хотели бы имена наших великих отцов-основателей также оставить и нашим потомкам. Акция имеет важное значение не только с точки зрения информативного освещения, но и с точки зрения объединения граждан. Все участники с радостью и заинтересованностью высаживали деревья, общались, помогали друг другу. Совместный труд сближает людей. Вот эти замечательные деревья будут всю жизнь радовать молодежь, взрослых, те, которые будут гулять, радоваться жизни. И вот эти деревья будут расти и всегда, всегда, всегда при любых обстоятельствах оставаться такими вечнозелеными. Как вы считаете, почему мы выбрали именно высадку деревьев, чтобы почтить память? Она означает жизнь. Вот стремление к жизни и атомная энергетика – это тоже зеленая энергетика. И вот это вот символично, что вот одно другое дополняет. Студенты ИОТ рассказали, в честь кого высадили свое дерево. Наше дерево посажено в честь Славского и Фимпалыча. Это, не побоюсь это слово, просто титан российской и советской атомной индустрии. Это человек, который в годы войны увеличил в четыре раза производство алюминия, необходимое для наших самолетов и для того, чтобы мы одержали победу. С помощью этого человека мы достигли того, что мы имеем сейчас. И в частности, и эта акция невозможна была без его непосредственного участия. Волонтеры также приняли участие в акции. В рамках мероприятия мы высадили 11 либ. И мы с большой гордостью сегодня принимаем участие в акции, ведь сохранять историческую память очень важно. Передавать ее будущему поколению. Только благодаря этому память сможет сохраниться еще на долгие-долгие века и года. Для Екатерины важно сохранять и передавать историческую память. Поэтому она с удовольствием приняла участие в акции «Сад памяти». Ребята рады, что могут высадить дерево в честь 70-летия первой в мире атомной электростанции.